Друзья, приветствую! Игорь из Брянска прислал образцы масла Роснефть Magnum Racing 540, свежая и отработка с пробегом 11500 километров из BMW дизельного трехлитрового на третьем стейдже 380 сил. Описание будет в левом нижнем углу. Игорь прислал мне его в WhatsApp. Сейчас посмотрю, проверю. Сейчас сразу вам покажу. Так вот, я уже запись создал. Сравню его с Роснефтью, ранее созданным эталоном. Посмотрим по параметрам, а потом проверю отработку. Через несколько секунд вы сможете увидеть результаты, так что не переключайтесь. Как говорится, с Новым годом! Для вас это несколько секунд, для меня это, видите, почти месяц. 13 декабря я проверял и монтирую сейчас видео, озвучиваю 8 января. То есть с Новым годом, с Рождеством всех. Да, к сожалению, так со временем тяжело. Смотрите, максимальное совпадение данного образца с Роснефтью Magnum. Этот образец Роснефти, из которого сделан талон, присылал мне Олег из Питера. Вот. И совпадение на 99,83 процента. Вне всякого сомнения масло оригинальное и соответствует заявленным на баночке. 16 сотых это, в принципе, погрешность по партиям или, ну, погрешность некая прибора. В любом случае видно, да? Следующие образцы, там, а третий, вот, Mobile, более 4 процентов отличия. Так, далее. Я оба образца наложил один на один. График, это 722 длина волны. Это оценка, скажем так, базы. Видите, синяя линия внизу подписана в буковку R. Это рекорд, записанная. И красная линия, данный образец от Игоря из Брянска. Ну, видно, что они практически линия в линию. Единственное, там, ну, минимальное отличие, но здесь большой масштаб. Это можно оценить по шкале вертикальной слева. Вот. То есть, ну, опять же, там, какие-то нюансы по варке где-то чуть-чуть. Вот. Какие-то пару десятых процента. Вот отличия. Так, далее. Сейчас покажу вам, опять же, два образца. Интересный график. Смотрите, в сравнении с чистыми ПАУ и VHVI базами. Две самых верхних линии. Это у нас зеленая и фиолетовая. Вот. Это у нас качественная ПАУ. Четверка и шестерка. Под ними идут данные образцы масел Роснефть. Ну, вот это небольшое отличие. Это как раз вот наличие пакета. Вот. И посмотрите, бирюзовые линии, насколько ниже чистая ПАУ от Таифа. То есть, или оно настолько некачественное, или есть еще подозрение. Оно ближе даже к черной линии, к VHVI шестерке от Танека. Или есть предположение, я разговаривал с человеком, он говорит, что есть подозрение, что Таиф подмешивает свое ПАУ в VHVI, гидрокрекинг, чтобы подороже продать. Ну, больше был объем, и можно было продать. Ну, за что купил, зато и продаю. Так, на данном графике можно оценить уровень, скажем так, нафталинов алкилированных. Вот эти, так называемые, гребенка нафталиновая. Посмотрите, у X-Pro2, вот эта фиолетовая линия, это у нас X-Pro2. Здесь уровень 7%. Под ним идет черная линия, это Роснефть Магнум. Ну, я бы оценил, вот если сравнение, то, наверное, процент 4-4,5, наверное, максимум. Вот, и красная линия ВМП, тоже заявленная нафталиновой. Посмотрите, насколько она ниже. Ну, я думаю, что там не более двух, а может быть даже и менее. Вот, как бы так, интересный момент тоже. Далее, значит, данные по свежему образцу. Роснефть Магнум Рейсинг. Так, окисление 9,17, нитрование 7,26, запомните. Значит, по окислению видно, что нету здесь практически СЦРов никаких, но нету, да. Противоизноски, смотрите, какой высокий уровень, 2,76. Фенольных антиокислителей нет, не видит прибор. Аминных 1,19, высокий уровень. Значит, щелочное 9,43 и кислозное 2,44. Хочу напомнить, что щелочное здесь замедлено ГОСом для отработки. Поэтому данные занижены по этому ГОСТу. И вязкость 14,71. Ну, чуть повыше вязкость, заявляет сам производитель. Ну, возможно, здесь уже, как бы, это мой, скажем так, косячок. Что прибор показал, то я вам показываю. Так, Роснефть Магнум. Вот это у нас отработка. Обратите внимание, как медленно нарастает окисление. Всего там чуть более двух единиц. Обалдеть за такой пробег. Удивительно, честно говоря. Противоизносных присадок минус 0,76%. Тоже хороший уровень. Минус 24%, скажем так. Вот от начального уровня. Аминных антиокислителей минус 19%. Тоже отлично. Щелочное еще 7, высокое. И менее трехкислотные. Шикарные показатели. Вязкость слегка просела 14,11%. Вот. И сажи 17%, для этого пробега, для дизеля, для такого мощного на стейдже, я считаю, шикарный результат. Отлично работает топливная аппаратура. Это невысокий уровень сажи. Вот. Ну и давайте посмотрим прогноз, что было, что стало. Прогноз получается на, в данном автомобиле, в данных условиях эксплуатации по, значит, мощным нейтрализующим свойствам больше 25 тысяч, обалдеть, километров. И 500, почти 550 моточасов. Посмотрите, как нейтрование тут. Или как будто, я бы даже, честно говоря, если бы Игорь не присылал мне до этого образцы, он где-то у меня есть на канале с мобилом, видео проверки. Вот. Я подумал бы, что образец, пробег на нем ниже, чем заявлен. Но вот, в принципе, аппетит у данного мотора, у данного автомобиля такой же, как и на мобиле был. Да, кстати, не забывайте поставить лайк или дизлайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. Вот. Ну и все-таки ключевое, на мой взгляд, здесь по данному тесту, что у каждого автомобиля свой аппетит. Это как с людьми, да. Там спортсмен, который больше 100 килограмм весит, у него расход калорий один. У какого-нибудь субтильного, значит, человека, там, с весом 60 килограмм, у него расход калорий другой. И вот, в принципе, очень похоже то, что иммобил показывал. Здесь все-таки ПАО. Причем ПАО качественное. Видели в сравнении с чистым ПАО от Таиф. Вот. Значит. Ну и хорошо держит, сопротивляется окислению, скажем так. Вот. И прекрасные результаты. Но, с другой стороны, вот как раз тут у нас морозы были в Питере. Ко мне приезжал человек, и он использует данное масло. Ну, вот в морозе оно себя не очень. На двигателе с пробегом не очень показало, потому что достаточно вязкое оно. Вот. И давило у него там сальники на сильном морозе там под 30-ку, и уже как бы проблема. То есть, скорее всего, это такое масло больше для лета. Для зимы что-то надо такое менее вязкое покупать. Я бы рекомендовал, наверное, особенно на, ну, уже пожилых, скажем так, моторах. Чтобы не выдавило прокладки на морозе, там, и сальники какие-то. Вот. Вот такой получился тест. Ну, на мой взгляд, масло прекрасно отработало. И удивительно, как автомобиль бережно относится к маслу. С учетом того, что это с третий стейдж, мощность почти 400 лошадиных сил дизельных. Вот. Крутящий момент там вообще, наверное, космический. Там, я думаю, что, наверное, к 700 ньютон-метрам приближается. Вот. Так что благодарю Игоря за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока.